Удержать лето невозможно, но наполнить последние дни каникул теплыми воспоминаниями под силу каждому. Воспитанники Центра Преображения убедились в этом на личном примере. Для них общественная палата нашего округа подготовила настоящий иконный праздник. Сегодня общественная палата для вас хочет сделать не просто катание на лошадях, а хочет сделать праздник. Давайте громко ответим. Готовы к празднику? Да! У этих всадников пока нет доспехов, но это не мешает им быть похожими на рыцарей. Юные красавицы тоже не стоят в стороне. Несмотря на свой возраст, девочки уверенно держатся верхом и почти не боятся лошадей. Сегодня я первый раз каталась на лошади, и мне было не так уж страшно, но чуть-чуть страшно. Когда я слезала, было страшно. Залезала, было страшно. Или уже в целом как понравилось? Да. Самой маленькой наезднице всего лишь три года, и даже она не боится ездить верхом. Научно доказано, что общение с животными не только улучшает эмоциональное состояние, но и помогает человеку социально адаптироваться. Это и социальная адаптация, это и психологическая адаптация. Это просто любовь к животным, прививание, потому что я вспоминаю себя, я познакомился с животными, когда еще еле начинал сам ходить. И эта любовь, она принеслась на протяжении всей жизни. Для многих детей это первое знакомство с лошадьми. Для того, чтобы катание прошло удачно, необходимо соблюдать технику безопасности. К лошади сзади ни в коем случае не подходишь. А то она копытцами удастит. Может. Они, конечно, у нас спокойные, но по технике безопасности не надо. И спереди тоже желательно руки не совать, не подходить, потому что лошадь может подумать, что ты что-то ей предлагаешь. И запалится. Лошади – это животное настроение. Они тонко чувствуют эмоции. И от первой встречи зависит дальнейшее катание. Главное, чему учат ребят – правильно держаться в седле. Положение тела, рук, ног – все имеет значение при управлении лошадью. Сидеть нужно спокойно и непринужденно. Спина должна быть ровной, а дыхание – спокойное. Руководство конного клуба всегда радо таким гостям. На безвозмездной основе коллектив старается сделать все, чтобы посетители запомнили этот день надолго. Многие же знают по поводу лечения с дельфинами. Ну, сейчас это набирает оборот именно с лошадьми. Поэтому полный контакт, особенно чем более маленький ребенок, юный возраст, тем более он контактирует с лошадью, пытается с ней войти в ритм, в движение, общение. Они находят больше общего языка, чем взрослые. Главная цель благотворительной акции – привнести больше положительных эмоций в жизнь детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Тактильное взаимодействие с животными отражается и на психологическом уровне. В первую очередь это прививает любовь к животным, гуманное отношение к ним и профилактика жестокости над животными. Потому что очень много случаев бывает, когда дети в таком вот возрасте издеваются над животными. А здесь наглядный пример, что животные тоже могут чувствовать, и они очень даже доброжелательны. После конной прогулки аниматоры подготовили для ребят костюмированное представление. Принцесса и разбойница. В финале перед праздничным обедом воспитанникам центра подарили сладкие подарки и канцелярские наборы, которые им точно пригодятся в новом учебном году. Нам нравится помогать людям, это наша цель. Мы хотим своим примером показать нашей молодежи, нашим детям, нашим потрясающим поколению, что творить добро – это хорошо. Все участники конной прогулки получили памятные сертификаты о том, что они прошли урок верховой езды. Владелец сертификата имеет право быть послушным ребенком, хорошо учиться, любить и беречь природу, защищать слабых и творить добро. Прощаться с лошадьми грустно, но расставание будет недолгим. Руководство конного центра и дальше будет радо таким гостям. Алина Савыш, Константин Химичев, Первый Матичинский.